Компания Международный Коралловый Клуб представляет Рахельгаус Олег Юрьевич Окончил Тернопольский медицинский институт Работал оперирующим хирургом-травматологом Ровенской областной больницы С 91 года работал заместителем начальника отдела фармации Министерства здравоохранения Украины С 93 года глава представительства американского фармацевтического концерна Бристл Майерс Сквид С 97 года возглавил собственную компанию по производству товаров медицинского назначения В 2005 году начал строить бизнес в компании Международный Коралловый Клуб Олег, у меня к вам такой вопрос Имея такой послужной список И вдруг сетевой маркетинг Международный Коралловый Клуб Каким образом? Ведь очень многие люди считают, что это дело несерьезное Как вы к нам попали? На самом деле, я тоже несерьезно относился Но несчастье помогло Говорят, было бы счастье, да несчастье помогло Дело в том, что я, как любой профессионал, сапожник без сапог То есть у меня была язвенная болезнь На латеральной стенке двенадцатиперстной кишки была язва на двух сосудах В один прекрасный день она закровила Я как раз брился в это время Очнулся в отделении больницы скорой помощи в хирургии Вот, слава богу, грамотные очень были коллеги Не прооперировали Меня В это время мой вес был 140 килограмм А сейчас сколько? Сейчас 98 И практически после этого нужно было что-то решать То есть я впервые тогда задумался о том Серьезно о своем здоровье, как ему можно было помочь Но, к сожалению, обычные средства я, в общем-то, уже применял к тому времени То есть антоцидные средства, аналгетики, диета Вот, а дальше нужно было что-то делать кардинально Я пришел к своему стоматологу Зная, что она имеет отношение к Международному горловому клубу Потому что по ее совету пил водичку Скажем так, здорово поправил состояние зубов своих Это микробрайт, да? Микробрайт и водичку алкомайн Пришел, это замечательный стоматолог, замечательный специалист И спросил ее, что у вас есть вот для меня Вот у меня такие-такие-такие проблемы Значит, она мне посоветовала хорошенько подготовиться И пройти калаваду Очистку полную организма В результате я прошел калаваду В течение 4-5 месяцев примерно у меня уменьшился вес До нынешнего состояния То есть стойко, да? Уже стойко он держится И самое главное, через 2 месяца Эндоскопически язвы не было Даже не было рубца Ага Система подхода вообще к организму В клубе существует философия здоровья И на самом деле Я хочу сказать, что каждый врач Он мечтает иметь те инструменты в руках Которые сегодня имеют врачи Участвующие в программе Международный коралловый клуб Но в силу инертности В силу каких-то стереотипных взглядов Вот, в частности, несерьезного отношения К МЛМ-бизнесу И к биологически активным добавкам Вот это мешает Но на самом деле Если врач серьезно подойдет к вопросу И серьезно изучит то, что предлагает Международный коралловый клуб В широком смысле И философию здоровья И подходы взгляда на физиологические процессы И развитие болезни в том числе Он получает колоссальный инструмент в руки Насколько я знаю, Олег Первое время Вы занимались в основном проведением исследований Да Ну, ключевое исследование Это исследование на Тестирование капельки крови На темнопольном микроскопе У меня вопрос Как проявляется Проявление закисленности На темнопольном микроскопе Это вообще можно увидеть? Безусловно Можно видеть эти процессы Вообще все процессы Которые происходят в организме Что касается обмена веществ Работы некоторых органов Очень важны Принимающих в этом участие Мы можем видеть В частности закисление организма Оно будет проявляться Склеиванием эритроцитов Склеиванием эритроцитов Что в свою очередь ведет К уменьшению Количества поверхности Которая может переносить кислород И еще больше закисленность возникает И вот это практически приводит На начальных этапах Это головные боли Это скачки давления А затем более серьезные вещи Инсульт, инфаркты Кровь загустевает То есть она склеивается Она загустевает И вы знаете прекрасно Что первая помощь Которая оказывается Человеку в критическом состоянии Когда его привозят в реанимацию Это ставят капельницу Вы сталкивались с такими пациентами У кого Кто мучился Хроническими головными болями Да, вы знаете Очень интересный случай У меня был Значит 23-летний парень Работает заправщиком На бизнес-заправке Значит лет 5 Он испытывает Постоянные головные боли Снижение памяти Снижение концентрации внимания Ну человек не может Не заниматься спортом Не жить нормально Понимаете Постоянные головные боли Вот это вот основной Как бы симптом Который его беспокоил Естественно Что средства Которые снимают головную боль Ну популярно Допустим Цитрамон Которым он пользовался Ему помогал На какое-то время Вот А потом ему просто Уже серьезные даже Аналгетики Перестали помогать Давайте посмотрим Кровь этого молодого человека Давайте Да ну вот вы видите Это Каждый эритроцитик Должен быть в отдельности Вот они здесь все склеены Кроме того Они в виде таких вот ежиков Как шестеренки Да Как шестеренки С неровными краями То есть это поакилоциты Это измененные Свободными радикалами Эритроциты Вот эта кровь Уже после воздействия Продуктов Международного кораллового клуба То есть после воздействия Водички алкомайн Ферментов Эритроцитик 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 Которые убрали При здоровье обычно мы с водой предлагаем людям провести некую санацию, то есть побеспокоиться о том, чтобы убрать такие паразитарные существа, таких вредителей, как грибковая инфекция, вирусная инфекция. Часто ли сталкиваетесь вы с грибковой инфекцией у людей? Вы знаете, грибковая инфекция, дело в том, что это нормальный житель нашего кишечника, потому что грибы помогают нам перерабатывать сложные сахара. Но в результате дисбактериозов, которые очень распространены, грибы практически не подавляются, они очень свободно растут и попадают в кровь. И таким образом они разносятся по всему организму, а поскольку это достаточно большие по размеру микроорганизмы, то организм ликвидирует их не через лимфосистему, а напрямую выбрасывает. То есть через лизистую оболочку, это называется молочница обычно, через кожу, ногтевые пластинки. И очень неприятно то, что гриб поражает связочный аппарат. И прежде всего вот боли в спине, особенно образование грыж шморля, это грыжи межпозвоночных дисков. В Родрузии там в причине этого заболевания как раз играют ключевую роль грибы. Мы здесь видим сейчас... Вот такое длинное ползущее нечто, да? Да, двигающее. Это ниточка грибная. То есть у нас обычно... Или троциты бедные, несчастные, троцестеренки. Да, вот это поменьше ниточка, это аспергилис нигер. То есть это вот как раз... Атакует. ...гриб, который, да, который является причиной вот таких вот изменений в позвоночнике, в межпозвоночном связке, то есть в межпозвоночном аппарате. Здесь на схеме видно сейчас вот как, что происходит. То есть вот это фиброзное кольцо становится ломким, как пластик. И даже от какой-то небольшой нагрузки обычной даже, человек может в кресло сесть и уже не подняться. После этого микротрещина. И туда сразу же устремляется пульпозное ядро, которое обычно является амортизатором. Вот. И таким вот образом образуется вот эта патология. Пациенты начинают чувствовать вот боли в спине, которые потом обычно, обычно предлагаются оперативное лечение. У вас были пациенты, которые ощутили реальную помощь? Безусловно, безусловно. Один из них сидит перед вами, вот он. Да, я страдал грибковой инфекцией, вот после армии особенно, много лет. Был анихомикоз, то есть поражение ногтевых пластинок. Ну, сегодня, как бы, тут в студии неудобно показать. Но я полностью избавился от этой проблемы. Замечательно. Ну, давайте посмотрим. Мы специально с Олегом Юрьевичем подготовили достаточно серьезный материал, чтобы вы посмотрели. Просто общий обзор, что можно увидеть в крови. И я попрошу вас прокомментировать. Ну, вот сейчас мы видим простейшее, которое плавает в плазме, да. Видите, как склеены эритроциты, то есть это говорит о патологии поджелудочной железы. То есть внешний секретор на ее части. Ферментативная недостаточность. Здесь мы видим личинки паразитов, которые находятся в крови. Они бывают У-образные, В-образные в виде дисков, в виде подвижных палочек. Вот сейчас мы видим подвижную палочку. Видим в центре очень маленькую иммунную клетку. Которая должна быть в несколько раз больше. Она должна быть в 2,5 раза больше эритроцита. Здесь мы тоже видим пораженные эритроциты уже непосредственно личинками паразитов. То есть вот они находятся внутри, таким образом используют как питательный мешок эритроцит. Заползают внутрь и выедают все, что там есть, да? Да, вот это, кстати, больной после двух инфарктов, который на антиагрегантах. Но видите, в каком состоянии кровь. То есть здесь уже зреет третий инфаркт. И путешествующие споры грибов. Вот эти белесые пятна, которые двигаются. Здесь мы видим бактерии. Опять снова личинку паразита в крови. Ну и то же самое бактерии. То есть это признаки дисбактериоза кишечника. И то же самое видим кровь, которая... Ну, еще будет много проблем. Значит, гипохромная аномия. Вот здесь видим внизу слева осколочек кристаллик мочевой кислоты. Нити фибриногена и хламидия. Такое поле все немножко исчерченное. Да, исчерченное поле. А вот здесь мы видим активный процесс фагоцепоза. Вот это такое что-то большое. Да, лажноножки выбрасывает макрофаг и двигается. И черные точки это те микробы, которые он уже включил в свою цитоплазму, которую он будет уничтожать. Питается он бактериями. Слава Богу, что у нас иммунная система имеет возможность... Значит, яйцо паразита. Мы видим, и вот такие яйца. То есть они бывают разной величины, разной формы. Вот. Из таких яиц выходит от 100 до 700 тысяч личинок. Ну вот, как раз видно, что в каждой ячейке масса. Ну да, видите, да. Здесь большое яйцо, разделенное на несколько ячеек. Это тоже яйца паразитов различные. Угу. Вот. И вот такие, видите, объекты, даже многоклеточные объекты, которые находятся фактически в плазме крови. Честно говоря, шокирующий просто кадр, потому что никогда такого я не видела. И что же нужно делать в этом случае? Окей, вот второй этап философии здоровья. Мы, давайте еще раз подчеркнем, вода, санация, подготовка и вот, наконец, глубокое очищение. И это программа «Калавада». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok